здравствуйте друзья сейчас мы с вами будем заниматься пересадкой вот этой детки давайте посмотрим на ее проблему это у нас яка аргентинская танго как я уже говорила эта детка больше всего пострадала от засушки то есть она больше высохла чем другие деточки которых я вам показывала и я думаю что другого варианта кроме как переукоренить ее с полной заменой корней то есть полностью удалив ее ком сейчас у нас наверное нет потому что при каждой засушке тоненькие нежные молодые корешочки пересыхают и когда потом мы поливаем обильно эти засохшие корешочки начинают гнить и получается корневая гниль некоторые фиалочки могут побороть такую гниль если она не в массовом таком порядке некоторые нет приходится еще раз переукоренять данном случае смотрите все корешки очень легко отходили отсоединялись они отсоединились даже фактически с кусочком самой этой морковки корешка основного центрального что говорит о том что мы правильно делаем что ее вот так вот полностью переукореняем смотрите что у нас получилось у нас получилась вот такая морковка сухая хорошая вот тут видите такое небольшое как бы поражение морковки возможно там было загнивание но потом как бы зажила ранка я сейчас сковырнула эту зажившую ранку чтобы не оставалось такой как бы бляшечки да вот там как бы там где например мы удаляем лист когда удаляем лист на этом месте где вот в пасухе листа где он был там постегонечку как бы зарубцовывается это место и получается такая вот как кожица такая коричневая дама образуется на месте ты кожицы потом не может вырастать корешок там углубим морковку то есть для того чтобы в этом месте потом пошли корешки надо эту кожицу коричневый образовавшуюся собрать аккуратненько и тогда на этом свежем месте земельки при хороших при хорошем уходе поэтому крышочки уберем попова земля в середину так если вы не совсем уверены что край сухой и как бы не гниющий вы можете его дополнительно еще как я говорю аккуратненько вот так вот лезвием но если вы сами надрезаете лезвием морковка надо дать ей немножко подсохнуть хотя бы минут 5 вот пока у нас лежит подсыхает смотрим на все остальное в принципе я не хочу убирать здесь сверху ничего мне нравится видно что как бы такая круглая розетка постепенно формируется все листы хорошие туркар хороший вот единственный листик от того что она сильно пересыхала видите пошел такой краевой некроз надеюсь вы это видите будет видно это именно результат подсыхания этот лист нижний мы удалим опять же видите образовалась как бы ранка сейчас пока будут подсыхать морковка подсохнет эта ранка чуть-чуть но недостаточно как бы для того чтобы зарубцеваться уже успеть и когда мы потом посадим растения в этом месте тоже пойдут крышки она подсыхает мы берем 80 миллилитровый стопочку убираем сюда грунта я уже говорила что грунт у меня видите да это субстрат состоящий из верхового не кислого торфа классман я беру пользуюсь классманом и пенопластовые шарики все вместе добавлю еще соотношение пенопластовых шариков и торфа где-то ну скажем так 70-30 думаю скорее так я так в этот раз хорошо туда и добавила делаю небольшую горочку с тем чтобы когда мы будем ставить растение вниз слишком много она просела вместе с растением и растение оказалось с точкой роста на уровне края горшка чтобы не уходила вниз вот так мы его опускаем в принципе она уже бы опустилась уже под самые нижние листы если они же опущу у меня точка роста окажется в грунте это тоже нехорошо точка роста должна быть над грунтом все мы ее посадили мы сейчас слегка польем достаточно выровняем ее еще обязательно подпишем это у нас ека аргентинская танго поставим дату сегодняшнюю чтобы можно было потом наблюдать за тем как идет процесс образование корней и как я уже говорила именно с целью эксперимента посмотреть как будут быстро образовываться корешки мы это поставим зип пакет индивидуальный и на стеллаж обязательно делаем снизу отверстие я уже говорила для менее опытных это будет гарантией того что если образуется лишняя вода если вы перелили но внимательно смотрите сколько я наливаю фиалки не любят перелива вот смотрите вот этот пакетик он как бы мелковат именно для этой детки по хорошему можно было бы и больше пакет но у меня большего нет я бы поставила в бокс но бокса поставить тоже не могу потому что обещала вам что будем наблюдать вместе поэтому я еще с аккуратно в сумму вы имеете ввиду что вам надо было бы его больший зип либо какой-то пакетик но мне нравится зип и тем что они более герметичные то есть там хорошо образовывается конденсат видно появилась мы его закроем здесь не получится его закрыть полностью но это нормально ему это не будет мешать моего так вот оставим чуть-чуть ему даже воздуха там будет еле-еле проходить все деточка готова для того чтобы наращивать корешки это все что касается детки спасибо за ваше внимание